Впереди весенние каникулы у школьников, а там и летние за горами. Но самое время задуматься о том, куда же отправить отдыхать ребенка. Эксперты уверяют, даже в кризис выход есть. Если ваше чадо одаренное не по годам, срочно ищите профильную смену где-нибудь на Черноморском побережье. Попасть туда могут победители Олимпиад, лауреаты конкурсов, участники детских творческих коллективов. Родители оплачивают только 10% от стоимости путевки и плюс 100% оплата дороги. На скидку до 70% от стоимости путевки или даже на бесплатный отдых могут претендовать ребята, оставшиеся без родителей. Беженцы, дети из малообеспеченных семей, жертвы вооруженных конфликтов. Но это касается только государственных санаториев и лагерей. А вот коммерческие могут подорожать. В средней полосе России путевка будет стоить около 410 долларов. За морской отдых придется выложить почти 700. Ну а стоимость, конечно, будет зависеть от условий проживания и разнообразия анимационной программы. Ну не за горами уже, в общем-то, лето, весна, весенние каникулы, майские праздники. И очевидно, что своих детишек хочется отправить куда-то отдохнуть. Куда и сколько это будет стоить? Об этом мы поговорим с нашим гостем, генеральным директором государственного учреждения культуры Мосгортур. Василий Мовчинников, Василий, доброе утро. Спасибо, что приехали к нам в студию. Ну и все-таки, куда и за сколько, допустим, можно действительно на весенних каникулах, на майских праздниках отправить своего ребенка отдохнуть? Ну, действительно, традиционным сезоном для отдыха, конечно, является лето, но большинство тех лагерей, которые уже являются коммерческими, частными, они думают о тем, как сезон расширить и всегда делают предложения на каникулы и майские праздники. Ну и зимние, конечно. Поэтому предложения на рынке уже есть. Они, поскольку это не полноценная 21 дневная...